всем привет и добро пожаловать на мой канал у нас продолжается неделя в чайхи спортивная неделя в чайхи вот погодные условия нелетная погода идет дождь со снегом окна конечно такой вид у нас березки представляете если бы это было летом или весной как было бы красиво или даже осенью березки ели сосны маленький снежок такой ветер дождь со снегом правда камера не показывает этого вот такая вот у нас тут погода в городе хомутов или хомутов так и не знаю как называется правильно куда ударение ставить так что у нас у нас сегодня тренировка будет только после обеда до обеда свободное время вот предложили мальчишкам экскурсию здесь есть музей паровозов электровозов в общем все локомотивы бог локомотивы паровозы электровозы более ста экспонатов но не захотели не знаю устали наверное ладно отменяется экскурсия решили до обеда отдыхать отсыпаться устают действительно тренировки очень насыщенный обсказал вот но мы пойдем погуляем хоть и такая погодка далеко не будем ходить так просто пройдемся по окрестностям пойду погуляю поснимаем а после обеда уже 6 вечера будет тренировка поедем на тренировку смотрите какая у меня и шапочка хотела похвастаться шапочка ручной работы вязала моя хорошая знакомая из казахстана галия если ты меня смотришь тебе привет кстати ношу ее всегда и тебя вспоминаю прикольно во первых теплая но это что ручная работа вообще тебе лайк большой тебе привет большое спасибо идем гуляем вот что меня удивляет в чехии очень много заброшенных зданий вот именно в таком состоянии очень много такое все серое вот этот старая обшарпанная без окон без дверей хорошо в нем фильм какой-нибудь снимать для режиссера да и строить не надо да погодка конечно ветер холодный но сегодня и обещали похолодание сколько 35 градусов с ветром считая то что еще сырой климат сразу ощутимо холодно здесь столько березок красота красота столько зелени сосны ели здорово эти вот многоэтажки мне напоминают россию вот здесь написано книговна это наверное книжный магазин книговна или библиотека или книжный магазин одной из двух у мальчишек сегодня вечером тренировках я думаю тоже побегать размяться потому что ну не могу я сидеть без дела да тем более такой парк шикарный классно сейчас так ну кружочка в пять пробегусь так размяться полчасика где-то побегаю и думаю хватит и 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 такой мелкий такая красота такой воздух аж настроение поднялось жалко что я тут одна за компанию конечно было бы веселее но все на сегодня моя тренировка закончена так что если вы еще сидите дома на диване одеваемся и бежим на улицу делаем пробежки кстати кто хочет похудеть отличный способ бегать серьезно а вот сейчас видно лесные холмы а когда солнечно представляете как красиво давайте сделаю сейчас вам обзор покупок было и в магазине пепку кстати классный магазин купила себе вот такие вот два таких бокальчика стаканчика по 2 евро ну так вот глювайн глютвейн попить горяченький или капучинку или какао классные кстати стаканчики давно такие хотела потом сломалась у меня такая для муки стоит 250 взяли вот такой термо стаканчик для кофе в машину стоит 2 евро а вот такой себе еще взяла повязку так тоже она стоит 2 евро силиконовые прихватки силиконовые прихватки силиконовые прихватки силиконовые прихватки у нас стоит 250 и вот такие вот носочки взяла за ойра 83 пары кстати носочки очень хорошие вот такая у меня была покупка в пепку сколько я отдала 337 чешских крон да вот так вот забыла еще купила за евро на телефон такой вот пепку ну чтобы держать телефон вот теперь все еще мы купили вот такие вот молеку 2 кефир чека вот таких вот один просто один с клубникой и я себе взяла творожок строчателло и персик вкусный это я брала в теску слушайте прикольная штучка я наверное еще такую поеду возьму такая классная во-первых качество какое знаете вот все зафиксировала и все не съезжает никуда ничего я извиняюсь за этот натюрморт но спортивный лагерь для детей самое классно вообще то я всегда мучилась не могла подобрать а это прямо не жмет ничего здорово кстати нужно еще поехать одну взять на всякий случай то вдруг порвется или еще что-нибудь за 2 евро чем я буду на джуме потом выписывать прикольно вот такая пипочка на телефон приклеиваешь и вот так вот удобно мог держать когда я снимаю на камеру всего лишь евро стоит прикольно ну что же а я буду уже сегодня заканчивать свое видео надеюсь вам было с нами интересно кстати пиво вишневое который мы купили попробовать на пробу было очень вкусно и прям вообще вкусно то вкусно то там правда 0 5 процента но как раз вот после баньки такое пивка думаю с собой что ли привести с чехии пиво такое надо узнать сколько можно провозить спиртного потому что там иногда стоит контроль уже в германии проверяют выборочно что везете сигарет спиртное там нужно знать в интернет посмотреть в интернете посмотреть сколько что кому можно везти вот но я на сегодня буду с вами прощаться всем пока и до новых встреч и мы увидимся с вами в следующем видео